Здравствуйте, вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В Турции на новые должности назначены 167 генералов. После попытки военного переворота Минобороны страны проводят радикальные изменения в структуре армии. 94 генерала назначены в сухопутные войска, 22 адмирала в военно-морские силы, 44 генерала в военно-воздушные силы, 6 генералов и 1 адмирал в военно-медицинскую академию в Стамбуле. Напомню, накануне в Турции задержали 9 военных, которые участвовали в нападении на отель в Марморесе, где в тот момент находился президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. Санкции против России нужно усилить, а не снять, если они не работают. Об этом в интервью австрийскому изданию заявил посол США в Украине Джеффри Пайет. По словам дипломата, именно такой должна быть реакция стран Запада на призывы снять ограничительные меры, которые все чаще звучат в ряде государств Евросоюза. Пайет напомнил, даже с существующими санкциями Россия продолжает агрессивную политику против Украины. Пример тому ситуация на Донбассе, где, несмотря на объявленное перемирие, украинские военнослужащие продолжают нести потери. Недавние стресс-тесты Европейской службы банковского надзора показали относительную устойчивость итальянских банков. Об этом сказал финансовый эксперт из Франкфурта. Он также отметил, новую стратегию нужно разрабатывать немецким банкам. Все подробности далее. В исследовании Европейской службы банковского надзора принимали участие 51 банк из 15 стран ЕС. Худшие результаты у старейшего банка в мире – итальянского Монте де Паске Ди Сиена. Его показатель достаточности капитала к 2018 году может опуститься ниже лимита в 4,5%. На втором месте по наихудшему показателю оказался один из крупнейших банков в Ирландии – Элайт Айриш Бэнкс. «Успех итальянских банков ограничен. Среда настолько негативная, что я думал, что результаты стресс-тестов будут ещё хуже. Возможно, для итальянских банков всё прошло гладко. Но это не повод нам, Германии, расслабляться». Среди банков, которые продемонстрировали одни из самых низких показателей достаточности капитала – немецкий коммерцбанк и Deutsche Bank. «Немецким банкам не хватает эффективности. Это означает, что в будущем они смогут убедить инвесторов только в том случае, если будут получать регулярную прибыль. У коммерцбанк дела идут не очень хорошо. И тоже относятся к Deutsche Bank». Эти стресс-тесты, в отличие от аналогичных исследований в 2014 году, не повлекли за собой никаких регуляторных решений, а только продемонстрировали различные варианты развития банковской индустрии. Эксперт говорит, немецким банкам нужна новая стратегия. «Банковский сектор Германии должен развиваться. Нужно произвести много слияний. Некоторые ветки необходимо закрыть. Нужно больше задействовать цифровые технологии и улучшать качество. Работы еще много». В стресс-тестах не принимали участие банки Греции и Португалии. Качество воздуха в Рио к Олимпиаде не улучшилось. Уровень загрязнения превышает допустимые нормы, установленные в ООЗ. Это подтверждает анализ правительственных данных, а также исследование информагентства Рейтера. Об этом. Далее. Бразильская власть не смогла очистить воздух в Рио-де-Жанейро к началу игр. Показатели не соответствуют ни европейским, ни американским. «Соответствует ли воздух в Рио олимпийским стандартам? Нет. Он не соответствует стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения. Он чище, чем в некоторых азиатских и африканских городах, но не достигает уровня европейских городов и некоторых городов Северной Америки». Оргкомитет Рио-2016 считает, нельзя судить о качестве воздуха только по уровню содержания частиц ПМ, поскольку других вредных веществ в нём мало. Но специалисты говорят, взвешенные частицы – наиболее опасные для здоровья человека по сравнению с другими вредными веществами. В Рио-де-Жанейро с населением 12 миллионов человек из-за болезней, вызванных загрязнённым воздухом, ежегодно умирают тысячи горожан. «Я чувствую эту пыль от строительных работ. Она в воздухе и на моём теле. Это ужасно». «Так много говорят о повышении качества воздуха. Мы слышим это часто. Но ничего не меняется. Олимпиада закончится, и хаос вернётся. Ничего не изменится к лучшему». Исследования, проводимые с 2008 года, показывают, что содержание частиц ПМ-10 в воздухе Рио-де-Жанейро в 2-3 раза систематически превышало норму, установленную ВОЗ. Между тем, агентство Рейтер провело тесты на содержание в воздухе взвешенной частиц ПМ-2,5. Пробы были взяты в районе Олимпийской деревни Олимпийского парка, а также у волейбольной арены, на пляже Капакабана и у Олимпийского стадиона, где пройдут соревнования по бегу. Результаты также показали повышенное содержание этих частиц. Мексиканцев снова беспокоит вулкан Попокатепетель. Гора выбросила из жерла пепел и газ на высоту 2,5 километра. Пепел достиг даже столицы. О прогнозах экспертов далее. Дома, улицы и машины в пригороде Мехико покрылись вулканическим пеплом. Виной тому вулкан Попокатепетель. Он в 50 километрах от мексиканской столицы. А это городок Амекамека, который находится в непосредственной близости от вулкана. Здесь слой пепла ещё толще. Утром падало много пепла, и это началось вчера. Всё утро вулкан был очень активным, выбрасывал пепел, и мы слышали взрывы в 2 или 3 часа ночи. Попокатепетель – один из самых активных вулканов Мексики. Но недавний взрыв в его кратере был одним из сильнейших за последнее время. «Извержение идёт из кратера. Это означает, что нам нужно быть внимательнее, лучше анализировать ситуацию с вулканом. Критических изменений не было. Вполне возможно, что взрывы, которые слышали люди, просто было слышно лучше, чем обычно. Потому что они произошли выше дна кратера, глубина которого 200 метров». В связи с активностью вулкана выпущен жёлтый уровень предупреждения об опасности второй фазы. Власти призывают жителей принять защитные меры. Людям советуют не приближаться к вулкану ближе, чем на 12 километров, закрывать нос и рот влажным платком или хирургической маской, промывать глаза и горло чистой водой, избегать использования контактных линз и по возможности оставаться в помещениях. «На самом деле мы к такому привыкли. Мы не уделяем много внимания падающему пеплу, потому что наблюдаем такое постоянно. Иногда это действительно беспокоит. Но мы используем хирургические маски. И тогда снова не обращаем на него внимания». В Мексике более 3000 вулканов, но активно из них только 14. На этом пока всё. Больше свежей информации в 15 часов. До встречи в эфире. Всего доброго.